статья сайта в бресте задержали рэгбиста активиста что после выборов разнес сторонников перемен его отец экс-депутата одевший детей в майки с лукашенко я кстати этого не читал пришли за кириллом основателем рэгбийного клуба уния победившего в чемпионате страны маслаков человек нетривиальных как спортивных дорог базирующие назвавший симулякром из манипуляции политических технологий но можем как бы обсудить протест без позитивной повестки дня обречен на провал людям нужно дать какую-то цель вот когда есть негативная цель условно говоря чтобы там кресло освободилось это одно позитивной повестки не могло быть потому что постмодерн позитивная повестка может быть только разная то есть условно говоря если мои братья ультралевых взглядов поддерживают какую-то там политическую риторику символику которая олицетворяет бело-красно-белый флаг и погоня эта символика бнр бнф какое место в политическом спектре занимает эта символика у меня как бы вопрос если у человека взгляды левые главное лицо протеста 90-х это зенон станиславич поздняк вот почитайте что поздняк пишет там про баба рика то есть для поздняка газпром и баба рика он пишет что это больше враг чем лукашенко то есть вот пожалуйста бело-красно-белая символика белая красно-белая риторика да и если вы зададитесь вопросом то протест изначально должен был быть белым поэтому эти там миллионы этих ленточек напечатанных браслетиков вот и когда в белый протест в белый в белую символику влилась бело-красно-белая старая вот это вот риторика белый протест немножко было задачен поэтому у меня вопрос к людям с которыми мы хлеб ели с одного стола какие ваши интересы какую цель вы преследуете поддерживая все все это ну как бы негативная там часть вопроса это понятно а позитивная часть вопроса то есть понятно что левый дискурс дискредитирован левый дискурс скатился в поддержку секс меньшинств legalize можно проследить откуда ноги растут то есть кто в общем то дает деньги из таких фондов исходит инициатива смотри но опять же до секс меньшинство секс меньшинствами но опять же нужно смотреть политически человек на какой платформе стоит илюха политический совок я политический там монотеист скажем так ленка политическое лисбуха пид Gravity короче да там но вот то есть помимо всего прочего человек стоит на какой то там на каких-то ценностях почему вообще статья про меня вот у меня вопрос, да, типа, я такой вроде тут какой-то там местами проскакивала, что там какой-то антифашизм, панк-рок, там какие-то документальные фильмы, туда-сюда, сам играю, сам пою, сам билеты продаю. И батю, ну вот я читаю, короче, давай. Короче, весьма, еще весьма интересна фигура его отца Георгия Дарбошвили, борца-вольника из Грузии, создавшего в Беларуси первого выигравшего из нее, доверенного лица Лукашенко президентской компании 10, по инициативе которого Брестского Динамо на поле вышли дети в майках с портретом пожилого любителя хоккея. Какой-то хоккейный адрес. Я тут при чем? Наверное, как ты тоже это моё поодевал. Нет, не одевал, нет, не одевал. Я был тогда уже на закате своей политической, короче, активистской карьеры, поэтому я не верю в политический активизм. Могу приводить очень много примеров, потому что историю знаю чуть больше, чем большинству Охласа, и это всё бессмыслится, не работает. Что такое Охлас, пожалуйста, если нет, то есть. Охлас это... Гуглите. Короче, Охлас это плебисцит со средними и ниже среднего какими-то интересами. Городское население. Рыгбийный энтузиаст, разносивших кандидатов протеста. До начала десятых Кирилл Маслаков был куда больше связан с музыкой, чем со спортом, играл в нескольких рок-группах. Каких рок-группах? Что вы несёте? Вы вообще понимаете, что там, не знаю, панк, рок-хардкор, короче, но это не рок-группа. Рок-группа это как бы какой-то там шоу-бизнес, короче. У нас это была какая-то... Организация концерта, увлёкся, думаю, не самая популярная... Я играл в так называемых группах, которые меня вообще не впечатляют. Это всё шляпа, мне не нравится. Вот. Всё ещё впереди. Мы с товарищами абсолютно спонтанно решили заняться... О! Тут с каких-то интервью... Так. Не знали правил, бла-бла. Это вообще неинтересно. Нам научили грузинские корни, помогли наладить. Вообще неинтересно. Статья из интернета. Крэгби Кирилл подошёл с большим энтуазизмом. Вот. За пять лет у неё поучаствовала в Испании. Начали тренировать детей. Обзавелись важными элементами регбийной инфраструктуры. Там, стадионом. Скрам-машина. Да попали на ГОС-ТВ. Сюжет про унию в Факторе Силы, сделавший комментарий Баранов, стал другом клуба. Моим другом, братан. Организовали коллаб с военно-воздушными силами. Устраивали регби ВДВ. Это возражение практики. Хорошо, понятно. Сняли несколько документальных фильмов о грузинском регби-испанско-шотландском проекте, помогающем людям с ограниченными возможностями попасть в этот фит спорта. Ладно. В 16-м начался новый этап. Начался новый этап в жизни унии. Клуб ужасно удачно выступил на турнире во время Всемирных Днях Молодежи в Кракове, заняв третье место. Вот. После этого брещане начали участвовать в открытом Кубке Польши. Про Тересполь. Не могу добрых слов сказать про Европу. Европе поможет только ислам. Разница между спортивными чиновниками или вообще чиновниками у нас и в Польше в том, что у нас чиновникам нужна выгода сразу здесь и сейчас. А поляки, они ценят самое ценное, что есть у человека, это время. И мы тратили время на Тересполь, и поэтому ради нас распахали городской стадион, ради нас мы проезжали на велосипедах полчаса и мы были в Тересполе. Мы старались ради города. Да, золотое время. Возвращение в чемпионат Беларуси случилось только в 2019 году. Вышло весьма успешным. Сходу удалось стать чемпионом Беларуси по регби 7 олимпийский вид. Награждение, к слову, пришлось в перерыве последнего матча Брестского Динамо. Короче, в 2020 году часть проектов Маслакова, кроме унии, он продолжил заниматься организацией концертов, сожжил, туристические выезды в Грузию и бла-бла-бла. Поставила паузу пандемия. При этом сам регбийный энтузиаст высказался о ковиде своеобразно. Меня больше беспокоят последствия и мир после вируса. Образование, медицина, неактуальность многих профессий. Я изучаю этот вопрос в рамках увлечения философией и теологией. Че, откуда это вообще? Клупуния, а, неважно. Клупуния не останавливал тренировки, крамольную вещь скажу, но мы живем полной жизнью и я не говорю, что вируса нет, но могу предоставить источники, откуда берутся те или иные меры, реакции, мотивация государства, сравнительные цифры, ВОЗ, критика работы тестов и учета цифр и источники небезымянной соцсети или СМИ вне правовой юрисдикции и в Беларуси авторитетные вирусологи, академики, политологи, мое мнение, все переболеем, а большинство уже перенесло вирус на ногах. Блядь, так мы правы или еще нахер все тут карантин и позвали? конечно, да господи, тысяч процентов, вами манипулируют, то есть, типа, когда играет матч по регби и команды стоят в метре друг от друга, а потом чуть ли не там, короче, за пятку себя кусают, вообще, бред какой-то. Если вас заставляют что-то делать, не делайте это. Вот прям, короче, возьмите себе за императив такой, типа, что если вас заставляют, значит, это кому-то выгодно, но не вам. В тот момент уже стартовала предвыборная президентская кампания, через пару дней был задержан Сергей Тихановский, но ее основать... Почему здесь Сергей Тихановский к нам? Короче, Уни долгое время никак не комментировал. Какое мне вообще дело до его там агентурной какой-то работы? Это вообще дело до Тихановского, блядь, до... Мы вообще спортсмены. Я нет. Так-то. Ну, как бы бывшие. Регби это культура, а не спорт. Опять же, свечку не держал и не феноменологически выражаясь, Тихановский вел себя как бессмертный. Совершал такие поступки, что казалось, что ему внушили какую-то уверенность, что за ним там, не знаю, Москва, что он будет менять историю, и он вел себя как бессмертный. Очень, очень странно себя вел. Основатель унии долгое время никак не комментировал. Высказал только 5 августа, когда в клубном инстаграме должна приехать съемочная группа одной из программ ГОСТ-ТВ. А вот мне вот интересно, они вот так вот разграничивают ГОСТ-ТВ и не ГОСТ-ТВ. А вот сам этот вот сайт он вообще все эти журналисты, они же там ну все перемешаны. Что я хотел ответить? В комментариях у Маслакова спросили, уместно ли такое сотрудничество. Тот в ответ поставил личные отношения выше упомянутого симулякра. Мне написал Андрей, человек, которому я там неравнодушен, которого я уважаю, за которого я бы пошел в ущерб своим каким-то личным интересам. Не днище ли это в такое напряженное для белорусов время сотрудничать с белорусским телевидением? Я пишу, что для меня мой друг режиссер важнее. Так вот у меня вопрос такой, да, есть политические интересы и есть личные интересы с человеком, у которого, кстати, политические взгляды я так понимаю ближе. Это человек, с которым мы там ездили много раз, сейчас вот в Грузию ездили, летали, так что это замечательный человек и, в общем-то, у меня нет никаких проблем снимали передачу. Как это вообще связано с политикой? Вот мне интересно. Тут может быть такое раз разобщение. Ну, есть политические интересы и личные взгляды, но мои политические интересы не совпадают, мои политические чаяния не совпадают с их политическими взглядами. Конечно же они не совпадают с политическими взглядами белорусского телевидения, как бы Мягко говоря, сюжет появился в эфире, когда в страну вернулся интернет и запостил в инстаграм черный квадрат и написал свое видение ситуации, много критики в адрес, но не в адрес тех, кто жестоко давил мирный протест. Блин, господи, какой мирный протест. Друзья, у вас не артикулированы цели ваши политические. То есть люди, которые выходят, получается, чтобы изменить политическую ситуацию, политический строй, они должны понимать, что они должны заплатить какую-то цену за все это. Потому что, ну, как вы так хотите? Ну, мы тут такие белые и пушистые, но мы хотим, чтобы, получается, мы хотим поменять историю. Но, типа, вот мы не хотим, чтобы нас били за это. Так не бывает. Вы, у вас очень низкий порог вхождения в политологию, вы не знаете истории, не прецедентно мыслите, у вас нет непонимания, незнания протестных движений, ни революции, ничего. Вот этот весь протест, этот вот такой опрятный и такой, да как бы это все, это все было супер смешно. Кто пытался что-то сделать для перемен? На минуточку. У нас парни сидели, мы бегали, получается, от СИЗО до ИВСа. У нас парни сидели, мы не могли найти, кто где сидит вообще. Потому что их забрали, собственно говоря, даже когда выборы еще не закончились. То есть, про какую критику власти вы говорите? Что тут вам, что вам не очевидно, что ли? То есть, вы хотите сказать, что я там человек с таким бэкграундом, и мне что-то не очевидно? С такими политическими взглядами, на минуточку. Вот. Так, естественно, как бы критика идет протеста, потому что этот протест ни к чему не приведет. Вот у меня вопрос такой, да, Устыльского спрашивал при всех. Человек мчит в ответ. Большинство не могут даже назвать игроков на политической карте Беларуси. То есть, они даже не понимают, кто играет. Вопрос был прямой. Кто больше всего поимел профита вообще в этом протестном движении? Кто быстрее всех умеет ориентироваться в ситуации? Кого обучают этому всему? Кто поднял зарплаты, квартиры? И кто заинтересован в том, чтобы протест продолжался? Вот ответьте себе на этот вопрос. Кому это все выгодно? У кого сейчас заканчивается работа, и они начинают цеплять уже просто абсолютно? Никакого протеста нет. Вот что бы делали эти люди, которые пришли бы к этой власти? Ну, то есть, опять же, были бы переходные периоды. Полгода пришла бы Тихановская, да, к этому совету министров, к этим генералам. Что бы она им сказала? Они бы сказали, девочка, ты кто? И делали бы свое дело, которое они умеют делать очень быстро, которое делали всегда и везде. Все, что надо, ушло бы куда надо. То есть, господи, это такой бред вообще. Это вот просто, если знаешь историю, интересуешься, а всю жизнь интересуешься этим вот именно протестом и революциями. Вот это все, это вы говорите про, прицепились к словам симулякор. Конечно, это симулякор, это пустышка. В этом нет контента, в этом нет никакого смысла. Это символы, в мире символов. Зато симулякор. Ну, пустышка. Бодрияра термин из постмодерна. То, в чем нет контента никакого, то есть, нет смысла. Манипуляции, политические технологии. Во-первых, политические технологии и работают политические технологии. Во-вторых, ну, естественно, закон манипуляции какой? Когда вы видите плачущую там женщину, ребенка, у вас отключается рациональное мышление, зато включаются эмоции. Эмоции с мышлением, с осознанием вообще ситуации, они не могут вместе сосуществовать. Поэтому вас сразу выводят на эмоции. Если вы почитаете там, не знаю, там про все эти манипуляции, политические даже, Карамурзу почитать, да и Господи. Если вы зададитесь вопросом в какой-нибудь там Википедии, короче, то есть, вам все станет очевидно. Вы берете, вот у меня там куча была скринов, спортсмены говорят, вот у меня был скрин. Я хочу жить в свободной стране. Давайте вот проведем там герменевтический анализ. Во-первых, ты говоришь вот я. Ты кто? Ты субъект политики или объект? Ты игрок на политической карте, то есть, субъект или объект, которого там все имеют. Ну, явно ты не можешь говорить я вот в политическом этом плане. Потому что ты никто на политической карте. Хочу жить там, хочу. Но я тоже много чего хочу. И от моего хотения, ну, мало что зависит. Большинство управляется мифами. Жить в свободной стране. Я не считаю, что свободная страна, она вообще существует. Государство это институт подавления. Поэтому вы несете такой бред вообще. У вас нет понимания вообще никакого... Выборы 2020 такой же цирк, как и выборы вообще. Вот у меня возникает вопрос. А вы выборы верите? Вообще в политический процесс выборов верите? Как вот вы думаете, люди, которые контролируют вот ситуацию, могут ли они подделывать выборы? Управляемая оппозиция. Ну, хорошо. Может быть, это спорно. Но давайте разбираться. Цепкало. Вот скажите, когда Цепкало возил Лукашенко в 96-м году, вот у Зюганова в мемуарах написано, ну, типа, рассказывает Зюганов, как Цепкало привозил, приезжал с Лукашенко в Госдуму еще в 96-м году. Вот вы мне скажите, короче. Я понимаю. Цепкало был в политике. Ну, человек завязан на России. Человек завязан на России. Читайте поздняка того же. Если вы так пользуете бело-красно-белую символику и вообще вот эту всю там риторику, читайте человека, который вот в белорусской политике, как лоббист, условно говоря, на Западе, столько времени. А какая оппозиция позднякала, чем Лукашенко? Что Бабарика больше враг, чем Лукашенко. Ну, поздняк сам обделался еще там в 90-е. Только у меня слово вообще «Газпром» вызывает какое-то отторжение. Только мне кажется, что «Газпром» — это корпорация, это государство в государстве, со своей там службой охраны, считай, с армией. То есть только мне вот при паттерне «Газпром» сразу возникает какая-то картина мира, которая вот не вдохновляет. Тихановская, слабая женщина, считает, что ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Но если Тихановская считает, что революция или реакция, что удержание власти или менять историю не стоит ни одной жизни, то очень много людей считает по-другому. Для большинства политиков, я думаю, и для нее тоже, она лукавит. Язык дал политику, чтобы скрывать свои мысли. Не дай бог оказаться перед таким выбором. Тысячи героев мечтают оказаться перед таким выбором. Бабарика, Цепкало, Тихановский. Я не совсем понимаю, вот есть люди, которые разделяют там ультралевые какие-то взгляды, да. Что общего в политических интересах между Бабарика, Цепкало и Тихановским и людьми, у которых ультралевые взгляды? Хорошо, что значит ультралевые взгляды? Друзья, получается, да, левые, это же там связанные с профсоюзами, рабочими, социальным государством, уменьшением роли государства. Так как ваши интересы могут коррелироваться с интересами этих политически заангажированных людей? Дальше я пишу, нас поимели, в нас поиграли, нас вычислили, нас взяли на карандаш. Но ведь не осталось никаких организаций неформальных, не осталось левых, правых, Динамо, Антифа, Анархисты. То есть на всех, на кого можно было повесить бирочку, шильдочку, короче, никого нет. Всех уехали. Остались анимешники, какие-то полупокеры. Даже какой-то, кто уже к батикам пришли в офис. Дальше я пишу, не может быть государство честным, не может быть перспектив борьбы и протеста, когда нет четкой цели и позитивной повестки. Я даже не верю в позитивную повестку. Я могу приводить примеры из истории других государств, но нет перспективы в политической борьбе. Перспективы нет, цели нет, но есть сам путь, сам процесс. То есть сизифа в труд. Вы не победите, но вы проживете достойную жизнь или умрете героем. Это тоже дорогого стоит. У 99-ти и 9-ти десятых нет опыта борьбы, нет нужных знаний. Милиция не может быть с народом. Народу нечего им предложить. Кричали милиция с народом. Что народ может предложить милиции? Милиции предложили то, что им надо, то, что их интересует. Они выбрали свою сторону. Да что значит выбрали сторону? Вы же присягу приносили, не народу. Но это все смешно. И ваши шаги смешны. Вывешивать фото с лицами. Вы с ума сошли? Берегите себя. Когда появится цель, не берегите. Ага, еще по скриптуму. Будущего нет, будет только хуже. Написал Маслаков. А, ох ты тут, дальше еще. Спустя 5 дней. Но это касалось непосредственно нашей команды. Вот. И дальше. Георгий Дарбошвили. Борец, женский футбольный тренер, депутат, доверенное лицо Лукашенко. И страстный коллекционер с подарком от Марадоны. Ай. Какие молодцы. Теперь взглянем на фигуру отца Маслакова. Родился, учился, продолжил. Армия, Брест. Флот. Флот. Армия, флот. Женский футбол. Брест. Политическая страница. Он избран в городской совет депутатов. Сразу. Отец не мерзавец и не подлец. Отцу можно много чего предъявить. Но то, что он честный, вроде бы не предъявишь обратного. Доверенное лицо, матч, майки наш президент. Так вот в том-то и вопрос. Ведь весь этот праволиберальный протест, он же и приведет к абсолютной фашизации капитализма. Много раз мы видели, когда приходят вот эти самые либералы и делают там люстрацию на коммунистов. То есть, грубо говоря, вы посмотрите, опять же, мы можем мыслить прецедентно. Опять же, капитализм, либерализм, Украина, какое отношение к коммунистам и анархистам? Через ментов бьют анархистов. Такой вот правый либерализм. Он не менее фашистский, чем и какой-то там авторитаризм, по сути. Ведь я уверен, что в новом мире не будет места ни коммунистам, ни анархистам. Вот даже посмотрите на отношения. Человек как бы честно считает, типа, что вот там Лукашенко защищает интересы рабочего класса, субсидирует в предприятия какие-то, сохраняет сельскохозяйственный фонд, там, про какой-то там мир, бла-бла-бла, ну, понятно, все эти разговоры, получается. Ну, человек как бы вот видит что-то хорошее, но думает, думает. Вы ему запрещаете так думать. Вы запрещаете ему это так думать, короче. Так кто вы тогда, получается? Кто? Лукашенко, Дорбуашвили, Дорбуашвили, Лукашенко, проблемы с финансированием. Чего вообще про меня разговаривали? Сейчас, короче, про проблемы с финансированием Виктория 86. Вот, матч, там какие-то матчи, какие-то там счет какой-то. Дорбуашвили, да, погряз в судах, иски, невыплаты денег. Ну, блин, у меня батя не капиталист. Сколько там судов было? Были какие-то суды, но у меня батя вообще не про деньги. Я тоже вообще не про деньги. Но, опять же, профессиональный спорт, где профессия, там, интересы, интриги, и все эти лесбушеские бабы, которые, ну, явно непорядочные. Вот вам рассогласование. То есть, дамы, которых там отец повыдергивал откуда-то, которых там воспитывал, за здоровьем следил, в том числе, что как бы есть, вот. Им все равно было, кто им платит деньги. Они готовы были на него в суд подать. Кто-то был готов, кто-то не готов, короче. Но вот вам лицо спортсменов, спортсменок. Ну, и так далее. Надоели, ну, короче, ему все надоело. Давай, Брэ, я уже скажу про твой пать. Он будущий депутат, он жил, блядь, в неотапливом помещении, блядь. Он ездил на работу на велосипеде. И всегда, когда я куда-то ехал, он всегда меня подвозил. На велосипеде? На скутере, на велосипеде, не важно, на автобусе, блядь. Какие претензии вы, сытые, успешные, можете предъявлять моему отцу, который живет в неотапливаемом помещении, у которого машина стоит, там, не знаю, 200 долларов, короче, и она просто проржавелая вся. У которого, в принципе, нет ничего за душой, кроме, там, его какого-то музея, как бы, который занимается какой-то социальной жизнью, и которого, там, это общество, эта спортивная жизнь высосала, там, до остатка. Блядь, то есть, не вам вообще ваш поганый рот открывать. Если бы Никита Лобатя вообще был бы наркоманом или алкоголиком, а так я, блядь, чемпион Беларуси вообще-то, блядь. Потому что на Дубровке, блядь, кроме борьбы, ни хера бы не было. Одна дорога, блядь, к пиву, блядь, и к сигаретам, и к уголовной романтике, блядь. А так был хоть другой путь, блядь, выход на Дубровке, блядь. Посмотрите сейчас на Дубровку и на те времена, блядь. Когда Жора там работал, занимался нами. Батя написал, что Кудин, получается, по-отцовски, пускай извинится там и все такое. Да как, блин, господи, спортсмены. Кто деньги платит, тот и того и танцует девушку, в общем-то. Ну, про Олимпиаду там, то, что пишет батя. Господи, каких-то скринов наделали. Комментарии. Семейка жополизов-лукашистов попала под раздачу. Ахахаха. Мне вот интересно, как бы, а я... Жополиз? Да я, если честно, как бы вообще негибкий человек. А что тут смешного, блядь? Мне кажется, эти соправды, у весь сброд, раптом опынаются прихильниками, сами ведаете кого. Придшим, до этого, и они были изусимы, а бы яковами до политики. И тут раптом и самые патриоты. Про отца речь вообще, ну не знаю, у отца спрашивайте, короче. Вот, сын ответственен за отца. Это вопрос. У меня вопрос такой по поводу «Живей Беларусь». Что это вообще значит? Объясните мне, пожалуйста, Сергей Ковалько, короче, например. Объясни мне, что это значит? Это констатация факта «Живей Беларусь». Ну да, но очень похоже, надо у Бодрияра спросить.